Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Последствия пандемии, цены на продукты и дистанционное образование. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. В Самаре построят еще один детский сад. Место для возведения объекта обсудили на личном приеме губернатора Дмитрия Азарова. На Луну на самарской ракете РКЦ «Прогресс» будет разрабатывать космический корабль сверхтяжелого класса. Российские семьи с детьми получат к Новому году по 5000 рублей на каждого ребенка до 7 лет. Об этом на пресс-конференции рассказал президент страны Владимир Путин. Вопросы главе государства поступали не только от журналистов. Колл-центр принимал сообщения от всех россиян. В резиденцию в Новогорёво пригласили представителей кремлевского пула. Все остальные из-за противоэпидемических мер смогли пообщаться с президентом в режиме видеоконференции. Глава государства подробно ответил на все вопросы. За ходом общения следили и наши корреспонденты. Россия вовремя отреагировала на глобальную угрозу. Отсюда и последствия пандемии намного мягче, чем в других странах. Так Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Причем это касается как медицины, так и экономических последствий. Падение ВВП в России минимальное среди европейских стран. 3,6% против 9% в Великобритании. Что же касается медицины, то именно российские ученые первыми разработали вакцину, которая сейчас уже применяется для формирования иммунного ответа прежде всего среди добровольцев-медиков. За время прошедшей с весенней вспышки заболеваемости оборудованы сотни антиковидных центров. Существенно повысилась квалификация медицинских работников. На момент, когда пандемия началась, у нас врачей-то, специалистов было совсем ничего. Понимаете, там 8300, а сейчас одних врачей 150 тысяч работает по этому направлению. А в целом медицинских работников было больше полумиллиона, 500, по-моему, 20-530 тысяч. Что произошло? Мы смогли быстро перепрофилировать часть лечебных заведений для борьбы с ковидом и выстроить систему переподготовки медицинского персонала. Ввели доплаты для людей, работающих в красных зонах. Сейчас Россия входит в тройку мировых лидеров по проведению тестирования. Все это уже поставило отечественную медицину на новый уровень. А с начала года начинается еще и масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, отложенная из-за экстренных противоэпидемических мер. Сейчас важно смягчить удар, который был нанесен по экономике регионов. В частности, правительство принимает меры по стабилизации цен на продовольствие, ведь зачастую их повышение носит спекулятивный характер. Там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующие острые реакции. За последние 6 лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть даже и 134, там побольше может быть будет. Может быть до этого дойдет. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Это первое. Второе – сахар. Министр мне что сказал? Для внутреннего потребления достаточно. И в то же время, как это достаточно, если на 75% рост цен произошел? Или по подсолнечному маслу на 17%. Что у нас, семечки нет? Достаточно тоже. Все дело в том, что производители больше стали ориентироваться на мировой рынок, где цены растут. Чтобы не допустить резких скачков, подписывают у соглашений с производителями и торговыми сетями. При этом важно избежать излишнего административного давления, а использовать рыночные механизмы. Президент, каждый раз обращаясь к людям, говорит о том, что их мнение очень важно. Их мнение очень важно для принятия как решений по стратегическому развитию страны, так и по вопросам, которые позволяют обеспечить развитие конкретной территории, конкретного населенного пункта. И все же, несмотря на сложности, в уходящем году удалось многого добиться, благодаря национальным проектам. Кроме того, 2020-й стал для страны переломным. Россияне поддержали конституционную реформу. Изменения, которые на много лет вперед будут определять стабильность и территориальную целостность государства. Олег Зверев, события. В Кировском районе Самары построят новый детский сад. Инициативу жителей о строительстве поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Представители микрорайона обратились напрямую к главе региона, пообещав взять на себя все организационные вопросы. Тем более, что большинство жителей окрестных кварталов планы по строительству дошкольного учреждения поддерживают. Олег Зверев продолжит тему. Строительство нового детского сада в Кировском районе Самары – вопрос решенный. После многолетних хождений по инстанциям жители окрестных микрорайонов наконец-то добились такого решения. Об этом стало известно во время разговора на приеме, который провел губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона поддержал инициативу жителей. Тем более, что необходимость в дошкольном учреждении на этом месте давно назрела. Мы знаем, что там более двух тысяч заявок, очередь в детский садик. Поэтому мы, когда узнали о том, что будет такая, есть такая инициатива, есть такая возможность построить в нашем дворе садик, естественно, мы ее поддержали. Я надеюсь, что нам сделают детский садик, учтут интересы всех сторон. В свою очередь, мы тоже готовы, как жители, пойти на компромиссы, помочь и в строительстве, и помочь в дальнейшем уже в содержании благоустроенной территории. Сергей Кремнев – многодетный отец и лично заинтересован в строительстве нового детсада. По его словам, такого же мнения придерживается большинство жителей. Организационными вопросами занимается инициативная группа, которая решила напрямую обратиться к губернатору, зная, что сегодня есть эффективный способ решения вопросов. Это национальные проекты. У городских властей уже спроектирован будущий детсад. Плюс к этому комплексное благоустройство территории вокруг детского сада, с учетом пожеланий каждого, кто проживает в окрестных кварталах. Мы сейчас строим школу и закончим в этом году на пятой просеке. Там люди просили ее много лет, десятки лет. О чем с людьми договорились? Что будут работать в ночное время. Потому что начали в мае котлован, а сейчас в декабре уже сдаем. Мне вот это очень дорого и важно. При реализации нацпроектов это вообще определяющее. Еще один вопрос, с которым к главе региона обратились уже жители Тольятти – это реализация программы «Молодой семье. Доступное жилье». В 2020 году почти полторы тысячи молодых семей региона получили выплаты на приобретение жилья. А это миллиард сто миллионов рублей из бюджета всех уровней. Но порой возникают и частные проблемы. Десять тысяч молодых семей еще ждут этой поддержки. Губернатор отметил, что Самарская область – один из немногих субъектов России, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты до достижения 36-летнего возраста. Глава региона дал поручение мэру Тольятти и Министерству социально-демографической и семейной политики рассмотреть проблемы заявителей в индивидуальном порядке. Олег Зверев, События. А тем временем в действующих детских садах Самары распределили 494 места, больше половины в ясельных группах. Процесс проходил в автоматическом режиме. Электронные заявления перешли из статуса «Очередник» в «Статус направлен». Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на портале образовательных услуг в разделе «Поиск заявлений». В течение 10 рабочих дней родители должны предоставить письменное согласие с выделенным местом в детском саду. В течение недели заведующие дошкольных учреждений будут созваниваться с родителями и зачислять детей. Согласно статистике от заседания комиссии до заседания комиссии 2% родителей не берут телефоны. Что это значит? Это значит, что ваш ребенок имеет возможность, и это место уже получил, но вам необходимо дойти до этого детского сада. Если у вас есть практика на незнакомые номера не отвечать, пожалуйста, в этот период постарайтесь все-таки трубочку взять. Мы вас очень просим, если вы вдруг изменили номер мобильного телефона, обязательно обратитесь в МФЦ и эту корректировку внесите. Это не последнее распределение мест в детские сады. До конца года пройдет еще одно заседание комиссии в городском департаменте образования. Места для маленьких самарцев предоставят в дошкольных учреждениях, где завершается ремонт и будут готовы дополнительные группы для детей. В Самаре продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет, и чтобы у людей своевременно были продукты и лекарства, в городе работает волонтерский штаб. Доставка осуществляется до порога. Причем медикаменты привозят лично доктора, чтобы заодно провести консультацию. Как проходят такие выезды, узнала Мария Левина. Лекарства с доставкой на дом. Больше 600 подопечных клиник Самарского медауниверситета – льготники. В период пандемии врачи сами привозят необходимые таблетки людям, которые в силу своего возраста должны соблюдать самоизоляцию. Данные пациенты могут нуждаться в осмотре. Соответственно, при выезде на дом мы не только обеспечиваем пациентов лекарственным препаратом, но еще проводим медицинский осмотр. Данным пациентам рекомендован диспансерный осмотр и наблюдение врача, также осуществление медицинского осмотра и коррекция необходимых лекарственных препаратов. Поэтому выезд на дом осуществляется врачом. Геннадий Носачев – профессор медицинского университета. В медицине он сам вот уже больше полувека. За своим здоровьем привык следить. Чувствует себя спокойно, потому что знает, в случае чего есть надежная страховка. Люди, на которых можно положиться. Естественно, удобно. Тогда, когда я не работаю, я ведь сейчас в изоляции с коронавирусом сам поехать не могу к вам. И то, что мне не надо ехать, а вы мне привозите домой бесплатные препараты, можно только приветствовать и радоваться. Тех, кто нуждается в помощи, проживает на территории всего города. Добираться до них на общественном транспорте врачам не всегда возможно. Чтобы доставка состоялась, на помощь приходят автоволонтеры. Для этих нужд автоваз предоставил им машины. Александр Запивалов – один из волонтеров. Добрыми делами он занимается уже три года. Рассказывает, сначала знакомые попросили помочь, а потом втянулся. Пандемию не смог оставаться в стороне. Это всегда надо оказывать посильную помощь, потому что помощь от каждого человека, она может быть разная. Кто-то может помочь финансами, кто-то может помочь делом, кто-то может кого-то отвезти, кто-то может что-то предоставить в пользование, например. И это всегда нужно. А сейчас это еще сильнее нужно, чем в обычное спокойное время. Помогать может каждый ровно так же, как и обратиться за помощью. Сделать это можно, позвонив по номерам телефонов, указанных на экране. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. С 1 января следующего года отменяется единый налог на вмененный доход для предпринимателей. В Самарской области их свыше 45 тысяч. В связи с этим до конца декабря бизнесменам необходимо выбрать альтернативный налоговый режим. Их в настоящее время в России существует еще четыре. Упрощенная и патентная система налогообложения. Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей. А также налог на профессиональный доход. Предприниматели могут выбрать один из них, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса, вида деятельности, доходов, расходов, штатной численности сотрудников и организационной формы. В случае, если налогоплательщик не определится с выбором налогового режима и не направит заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую систему налогообложения. Это значит, что налоговая нагрузка на бизнес повысится. Придется ввести бухгалтерский учет и сдавать декларации. Я обращаюсь ко всем предпринимателям. У вас есть две недели для того, чтобы выбрать один из четырех вариантов, которые предлагаете сейчас. Для этого вам нужно воспользоваться налоговым калькулятором, для того, чтобы налоговое бремя не взросло. И подать заявление в налоговую инспекцию, либо воспользоваться сервисами «Мой бизнес». В Самарской области подешевели сахар, макароны и водка. Данные мониторинга цен за неделю опубликовал Самарастат. На какие еще товары переписали ценники, расскажем в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! В эфире «Новости экономики». Расскажу о них я, Лариса Шалафаст. Цены на нефть продолжают расти. В России за баррель марки «Бренд» сегодня дают 51 доллар 30 центов. На 17 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 73 рубля 42 копейки. Евро 89 рублей 32 копейки. С 10 января в России введут новые правила обращения с наличными. Под контролем будут почтовые переводы от 100 тысяч рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте. Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Усилит и мониторинг банковских операций, которые превышают 600 тысяч рублей. Лекарства для больных COVID-19 войдут в ежемесячный мониторинг цен в 2021 году. Артутные градусники будут из этого мониторинга исключены, сообщает Росстат. Это связано с тем, что с 2020 года в стране прекращено производство не только ртутных медицинских термометров, но и приборов для измерения кровяного давления, барометров, люминесцентных ламп и прочих изделий, содержащих ртуть. А в Самарской области подешевели сахар, макароны и водка. Данные мониторинга цен за неделю опубликовал Самара Стат. Небольшое понижение стоимости коснулось и мяса. Ценники на говядину, свинину и курицу переписали примерно на 2%. Больше всего прибавили в цене помидоры и огурцы. В среднем плюс 10%. Куриные яйца подорожали на 5% на 2% яблоки. На этом сегодня все. Удачи в делах! Самарский РКЦ «Прогресс» стал победителем конкурса на разработку ключевых элементов и технологий создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Планируется, что ракета будет использоваться для пилотируемых миссий на Луну и планеты Солнечной системы. Общая сумма контракта составляет почти 1,5 млрд рублей. Заказчиком выступает госкорпорация «Роскосмос». Срок исполнения контракта – ноябрь 2021 года. Самарская область вошла в десятку лучших регионов страны по привлечению инвестиций и развитию внутреннего туризма. За прошедший год регион поднялся сразу на несколько позиций и занял 8 место среди 40 субъектов России, потеснив Ростовскую область и Краснодарский край. Исследования по привлекательности регионов страны проводятся ежегодно на Национальном конгресс-бюро. Сегодня в торжественной обстановке состоялась презентация и вручение событийного паспорта Самарской области. Документ подробно изучила Ольга Павлова и готова раскрыть детали. На первый взгляд, вполне обычное мероприятие по развитию инфраструктуры и экономического потенциала области. Но открыв буклет с названием «Экономический паспорт региона» становится понятно, в Самаре не только самые красивые девушки. По привлечению инвестиций и развитию внутреннего туризма регион занял 8 место среди 40 субъектов Российской Федерации. Ежегодный рейтинг российского ивент-рынка представил научный центр R&C. Эксперты учли все факторы, начиная от внешней привлекательности региона, заканчивая реализацией крупных инвестиционных проектов на территории области. Самое главное в любой локации, в любом городе – это люди. Здесь просто прекрасные люди, они располагают, и мы хотим и готовы приезжать в ваш регион. Соглашение между правительством Самарской области и Ассоциацией национального конгресс-бюро заключили в 2019 году на площадке Петербургского международного экономического форума. Благодаря развитой инфраструктуре и богатому культурному и историческому наследию губерния у региона хороший потенциал для организации и проведения мероприятий самого высокого уровня. Несколько крупных инвесторов уже изъявили желание работать на территории области, сеть косметических товаров и организации по проведению городских праздников. В разработке сейчас находятся проекты по улучшению транспортных развязок, строительству отелей и ресторанов, как в черте областного центра, так и за его пределами. Планы инвесторов немного нарушает нестабильная обстановка, связанная с пандемией, но желание спонсоров реализовать крупные проекты сильнее любой непогоды. Я уверен, что после нормализации ситуации и отмены ограничений мы сможем вернуться к нашим наработкам и сделать все, чтобы задуманное воплотилось в жизнь. Сегодня, объединив наши усилия, мы проводим эту стратегическую сессию, на котором участники смогут познакомиться с опытом и достижениями специалистов из других субъектов Российской Федерации, обсудить проблемные вопросы, выработить стратегию развития событийной отрасли нашего региона. Как и никогда сейчас актуально в условиях закрытых границ, нам просто необходимо развивать и представлять нас. Немаловажную роль в исследовании экспертов сыграли туристическая привлекательность и транспортная доступность региона. В лидеры традиционно вышли Санкт-Петербург и Екатеринбург. На одну позицию выше поднялась Казань. В состав ТОП-10 с существенным улучшением показателей вошли Самара, Ростов-на-Дону и Красноярск. Национальное конгресс-бюро было создано с целью объединить профессиональных игроков рынка индустрии встреч для обмена опытом и продвижения регионов России на внутреннем и внешнем рынке. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Дарят вторую жизнь устаревшей техники. В Самаре проекту Технодар исполнилось два года. За это время безвозмездно благотворительным, общественным и некоммерческим организациям вручили более 160 единиц техники. Подробнее об этом расскажет Елена Малютина. Любовь к технике и желание помочь людям – вот что объединяет семь самарских волонтеров. Они дарят вторую жизнь устаревшей, списанной или ненужной технике. Мастера принимают ее у всех желающих – ремонтируют, чистят, настраивают и в готовом виде передают тем, кто в ней нуждается, но не может себе позволить. Это некоммерческие благотворительные организации, сельские дома культуры, библиотеки и детские объединения. За два года специалисты уже восстановили и передали в дар более 160 единиц техники. Мы в ноябре запустили акцию, мы сами приезжаем за техникой к людям и забираем у них ее. Причем рабочую, не рабочую – без разницы. И люди очень хорошо прореагировали, то есть там было в районе трех тысяч просмотров, куча лайков, куча комментариев, все-таки писали «О, классно, наконец-то, давно пора». И люди начали активно включаться, именно частные люди, то есть обычные. Не организации, а именно люди. Поэтому мне кажется, что всем нравится эта идея, просто не все про нее знают еще. Проект «Технодар» – это уникальная и эксклюзивная история Самарской области. В России нет подобных проектов. Поэтому волжские техники-энтузиасты, заручившись поддержкой Офиса цифрового развития региона, планируют распространить его по всей стране, чтобы помочь большому количеству некоммерческих организаций и к тому же благотворно повлиять на экологию. Техника не попадает на полигоны, то есть если ее физическое лицо просто выбрасывает в контейнер, она попадает на полигоны. А она все-таки достаточно вредная, потому что там и пластик, и редкоземельные тяжелые металлы. В общем, серьезный вред окружающей среде. Это раз. Второй момент – это польза общественных организаций, потому что передача в организацию – это все-таки помощь, скажем так, уже десяткам человек, а финансов-то особо у некоммерческой организации нет. Ненужную технику можно передать в дар либо лично по адресу проспект Ленина, 10, либо оставить заявку в социальных сетях. Тогда ее заберут из вашего дома или офиса. Ту электронику, которую никак не восстановить, волонтеры отправят на переработку. Остальное обязательно передадут тем, кто в ней остро нуждается. Елена Малютина, Сергей Баскин. События. Спрос у россиян на услуги психологов за последний год вырос в два раза. Особенно горячим выдался осенний сезон. Чаще всего люди приходили к специалистам с жалобами на тревожность из-за новостей о пандемии. Запросы людей подогревали рынок, и теперь быть психологом стало еще популярнее. Проблема лишь в том, что все чаще предлагают свои услуги специалисты без академической базы знаний. Насколько ситуация противоречивая, попробовала выяснить Гульфия Сафина. Тревожность по поводу пандемии, страх потерять работу и чувство одиночества на удаленке. По сравнению с прошлым годом, этой осенью россияне стали вдвое чаще обращаться за помощью к психологам. И хорошо, если он имеет достаточно опыта и знаний. Хуже, если специалист он лишь на словах. Анна Толчеева пришла в психологию не сразу. По первому образованию экономист. Со временем поняла, с выбором предназначения ошиблась. И прошла курсы коучинга. Практика быстро показала, без академических знаний здесь никак нельзя. Это теперь у нее за плечами университетская база и регулярные профпереподготовки. Минимум два раза в год. Уверена, так должен делать каждый психолог. Но реальность совсем иная. За три дня человек может работать психологом, а за неделю он может уже работать с корневыми ценностями. Это жутковато, если честно. Мы работаем с психикой. Очень бережная конструкция. Она очень хрупкая, понимаешь? Навредить там легко. Починить – это гораздо больше времени идет. Поэтому здесь очень важно, чтобы я была честна со своими компетенциями. Поэтому все психологи, нормальные психологи, они обучаются все время. Деятельность психологов, в отличие от психотерапевтов, в стране действительно не подлежит обязательному лицензированию, объясняют эксперты. А значит, пригласить на консультацию к себе может кто угодно. Ценники тоже сугубо на совести мастера. В Самаре час беседы с психологом стоит от 500 рублей до 15 тысяч рублей. И, как говорят опрошенные нами самарцы, хотелось бы рассчитывать, что деньги уходят не за простые беседы с самозванными экспертами. Мне кажется, это так тонко, потому что люди приходят к психологам, как к врачам за помощью. Я думаю, что они должны быть специалистами, образованными, с опытом. Уйти просто так к необразованному человеку, просто пообщаться. Но это, знаете, я так к папе могу сходить, посидеть. Не знаю, какая-то аттестация должна периодическая быть. Насколько они вообще квалифицированы и вообще они компетенны в этой теме, в которой они там диплом даже если показывают. Так, наверное. Ну, как и в любой профессии. Почти десятилетие вопроса о введении профстандартов для психологов в России остается открытым. На днях в Госдуме снова предложили отрегулировать отрасль. Слишком много непрофессионалов и слишком мало нормативных документов, по которым можно привлечь к ответственности практикующего недоучку. Сейчас уголовное наказание может грозить психологу, если будет доказана его причастность к доведению клиента до суицида. Еще один свод – закон о защите прав потребителей. Но здесь все неоднозначно. Психологическая услуга – это тоже услуга, которая должна быть качественной. И закон о защите прав потребителей все говорит о некачественности услуги и что должен будет возмещен ущерб. Но в целом доказать, что эта услуга некачественная, довольно-таки сложно. Я не думаю даже, что сейчас кто-то возьмется такие оценки делать, за исключением каких-то вупиющих случаев. Такие случаи действительно бывают. Эксперты советуют, если вы решили обратиться к психологу, внимательно изучите предложение. Цена, кстати, не всегда говорит о компетенции специалиста. Не стесняйтесь спрашивать, какие учебные заведения закончил психолог, как долго практикуют и сколько у него часов личной терапии и супервизии. Отзывы его клиентов тоже лучше изучить. Ульфия Сафина, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!